Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам представить на обзор еще один градусник. Модель градусника DT-8836. У меня был на канале обзор на точно такой же градусник, но с регистрационным удостоверением. И тот стоил в три раза дороже. И, в принципе, я полагал, что разница только в том, что тот градусник можно использовать, например, для измерения температуры в больницах, как медицинский прибор, а это для частного использования. Больше в нем разницы нет. И только вот за сертификат оплата шла. Но на самом деле, как оказалось, это все-таки немного разные градусники. И сейчас я вам предлагаю рассмотреть, чем же отличается дешевый градусник, который стоит около 800 рублей, и градусник, который стоит в три раза дороже. Причем та же самая моделька, якобы. Ну, если бы мне показали два градусника, и я не знал, что они оба оригинальные и куплены на Яндекс маркете, я бы подумал, что вот этот градусник, который у меня в руках, просто подделка под настоящий градусник DT8836. Сейчас расскажу, чем они отличаются. Во-первых, здесь совсем другой датчик стоит, либо же здесь просто нет матовой накладки на этот датчик. И датчик в настоящем градуснике, я буду его все-таки называть настоящий, который более дорогой, утоплен вовнутрь. А здесь датчик очень близко расположен. Также здесь нет дополнительного датчика, как у того, который, судя по всему, отвечает за дистанцию. По измерениям данный градусник также может измерять, как и тот, температуру тела и температуру поверхности кожи. В нем также есть память на 32 измерения. То есть модуль такой же, как в том градуснике стоит. Вот, подсветочка есть. Вот, 32 измерения в памяти. Время не сохраняется, когда они были произведены, но они есть. И также вот, друзья, температура поверхности режим. То есть вот в температуре поверхности мы можем температуру поверхности стола измерить. Если же мы переведем в температуру режима тела, он нам покажет, что слишком низкая температура, что не может быть тела такой температуры. А здесь он уже сделает коррекцию на температуру человеческого тела. При этом, если более дорогой градусник все время показывает одинаковые показания температуры, то тот, который дешевый, первые три измерения показывает более высокие значения температуры где-то на 0,2 градуса. То есть при первом измерении, если у вас температура там 36,6, он покажет 36,8, а потом уже будет показывать 36,6 при втором, третьем и четвертом измерении. Не знаю почему, но первое измерение всегда чуть завышено у него. Когда у вас, естественно, температура там 36,9, то 37,1 уже как-то так, не очень кажется нормально и часто приходится перемерять. Дальше. У этого градусника, у более дешевой модели нельзя отключить подсветку. То есть смотрите, я отключил подсветку, но когда я делаю измерение, она опять включается. Вот если в дорогом градуснике я подсветку отключил, чтобы экономить батарейки, допустим, и могу нажимать измерение температуры. Сейчас вот дисплей погаснет и там подсветка не включается, то здесь она все равно включится. То есть по сути функция кнопки подсветки работает только для того, чтобы подсветить дисплей, когда он погас, не более того. Вот смотрите, все равно она опять зажглась и ничего с этим не сделать. Так что одна функция работает косячная, экономии батареек нету. Также здесь видно, что очень дешевый пластик, он такой весь глянцевый, весь тоненький. Я не знаю, на видео вы сможете это отличить от дорогого, но там прям чувствуется дорогой, такой приятный на ощупь матовый пластик, а здесь глянец тонкий и дешевый. Вот такие вот зазорчики на более дешевом градуснике. Не знаю, слышно вам, нет. Здесь все не очень ровно, такие зазоры. Дальше. Отсек для батареек. Друзья, даже когда здесь не было батареек, первый раз вот этот вот отсек я с очень большим трудом открыл, чуть не сломал нокоть, он прям как приклеен был. Сейчас вот он стал чуть-чуть легче открываться, но все равно очень большое усилие надо. Батарейки здесь, в отличие от более дорогой модели, вставляются вот таким вот образом. На самой крышке есть контакты, то есть без этой крышки работать градусник не будет, там же отдельный отсек для батареек, более удобно. Даже если вы крышку поломаете, градусник ничего не будет, этот же градусник придет в негодность без этой крышечки. И крышка вся люфтит прям сильно-сильно. Ну, не знаю, мне кажется, специально сделали, чтобы эта крышка как можно быстрее отломалась. Это, заметьте, новый градусник и вот такой вот люфт на крышке, и при этом еще не отключается подсветка. Ну, батарейки такие же мизинчиковые, как и там. Я так думаю, специально все сделано для того, чтобы как можно быстрее садились батарейки, и эта крышечка как можно быстрее у вас поломалась, закрывается тоже с большим трудом. Видите, что происходит. Так что не знаю, насколько вот именно из-за этой крышки вам хватит самого градусника, друзья. Еще здесь вот сделано, смотрите, получается, плюсом батарейка вставляется, что тоже не очень позволяет хорошо закрывать крышку. Вот она закрылась, то есть очень аккуратно с этим. Если придете покупать градусник вообще в аптеку, обратите внимание, если вот так вот батарейки будут вставляться, ну и вон нафиг, лучше не покупайте. Купите градусник, как у старшей модели, где батарейки вставляется все по уму, и этот градусник вам действительно хватит на всю жизнь, в отличие вот от этой вот игрушки. Но тем не менее температуру мерить достаточно точно. Я вам просто на руке показал, сейчас я его к колбу поднесу, друзья, посмотрите, что температура будет... Вот как раз батарейки поменял, давайте посмотрим первые три измерения. Вот сейчас первое измерение сделаю. Вот 36,8, а сейчас сделаю второе измерение 36,7, чуть-чуть поменьше, ну вот плюс-минус одна и даже две десятые, но все равно температуру достаточно точно, градуснику можно верить, в этом плане не переживайте. Также есть в нем сигнал тревоги, если температура будет больше 38 градусов вдруг. Также оригинальный градусник, который дорогой, идет в хорошей коробке специальной, вот вы можете посмотреть, как она выглядит. А дешевый градусник продается просто в такой целлофановой подложке, и все, и больше ничего нету, никакой упаковки в комплекте не идет. Что могу сказать? К покупке я его могу порекомендовать, поскольку он недорогой, своих денег он наверное стоит, но вот это вот у него слабая, очень слабая точка. Ну что пластик некачественный, благо в нем воду кипятить не надо, как в чайнике, поэтому поскольку вы его не греете, вряд ли эта пластмасса будет просто так лежать вонять, как говорится, дешевым китайским пластиком, так что сойдет вполне. Сам датчик тоже, к сожалению, слишком близко расположен, нету здесь запаса у него никакого углубленности, за счет чего, видимо, профессиональный градусник все-таки меряет точнее температуру, чем этот, пусть даже на две сотые, но точнее. То есть там всегда четкие показания, здесь они могут, говорю, плюс-минус две десятых разница. В принципе и все отличия дорогого и дешевого градусника одной и той же модели, заметьте. Но либо, еще раз говорю, либо это просто подделка, а тот градусник настоящий. Но на яндекс маркете ничего не написано, что это как бы копия, но еще немножко другой цвет. Я еще думал, что они просто по цвету отличаются и все, но, как видите, нет. Все, спасибо, всем за внимание. Возможно, кому-то это будет полезно.